Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы отправляемся в мир перерожденца. Айтбаев Тимур. Дневник перерожденца. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Жизнь первая, год первый. Родился, сразу смог осознанно воспринимать происходящее. Аномалия. Позже сделал вывод, что существовала жизнь ноль, от которой осталось сознание и некоторые навыки, но без личной памяти. Год четвертый. Выяснил, что мир технического типа. На дворе 1989 год по местному календарю. Мои родители учителя. Пошел в детский садик. Было скучно. Год шестой. Пошел в школу. Со сверстниками скучно, на улице опасно, поэтому от нечего делать учусь. Год пятнадцатый. Первая любовь. Получилось все неприятно. Год восемнадцатый. Закончил школу. Наука явно не мое. Все. Экзамены сдал на приличном уровне только за счет хорошей памяти. Поступил в университет на экономиста по настоянию родителей. Год двадцать второй. Умерли родители. Долго грустил. Чуть не вылетел с учебы. В наследство осталось две квартиры. В одной живу, вторую сдаю. На жизнь хватает. Год двадцать третий. Закончил университет. Не смог устроиться на работу. Кризис. Живу с аренды квартиры. Проходил мимо зала каратэ. Подтянуло с неимоверной силой. Год двадцать шестой. Работы все еще нет, пока подрабатываю в Макдаке. Получил черный пояс по спортивному каратэ. Записался на айкидо. Год тридцатый. Начал встречаться с девушкой. Вроде нашел нормальную работу. Год тридцать первый. Женился. Год тридцать второй. Потерял работу. Развелся. Бывший отсудил одну из квартир. Неприятно получилось. Год тридцать третий. Умер в автоаварии. После жизни обнаружился ряд странных способностей, предположительно оставшихся от жизни ноль. Я могу сохранить память при перерождении. Шикарно. Спасибо тебе, я нулевой. Я могу редактировать собственную память, стирая ненужное. Полезно. Как показал дальнейший опыт, очень полезно. Ибо в ином случае психика могла не выдержать прожитых эпох уже на пятой-шестой жизни. В дальнейшем принял решение форматировать почти всю личную память, оставляя определенный костяк личности для предотвращения эмоционального выгорания или психической нестабильности. Я могу создавать архив навыков, как его назвал в дальнейшем. Архиполезно. Аналог чертогов разума, где определенные знания у меня хранятся в виде книжек архивов. Например, с первой жизни я вынес общеобразовательную программу, спортивное каратэ, айкидо, экономику, готовку, рыбалку и несколько совсем уж мелких навыков. Заархивированные знания и навыки не отображаются в основной памяти. Как я понял, это было сделано, чтобы не перегружать сознание лишними в какой-либо конкретной жизни знаниями и рефлексами. Например, зачем мне в жизни средневекового крестьянина опыт стрельбы и штурмовой винтовки и рефлексы вороны? Да, зверями я тоже потом перерождался. Или наоборот, опыт возделывания полей в жизни банковского клерка. А еще я сумел завести этот ментальный дневник. Так сказать, для осознания прожитого времени и упорядочивания своих перерождений. Жизнь вторая, год первый. Родился, как позже выяснилось, семье кузнеца третьим сыном. Год третий. Собрал предварительную информацию о мире. То самое средневековое сказочное фэнтези. Только средневековик грязная, сказка суровая, а фэнтези явно темная. Но пока жив. Год пятый. По деревне пошел мор. Умерло два брата и дядя. Я пока жив, но очень хочется есть. Год шестой. Урожай удался, живем. Потихоньку помогаю отцу в кузне. Распаковал общеобразовательные навыки айкидо. Ибо соседские мальчишки часто били морду. Год девятый. Изучаю кузнечное дело. На деревню напали гоблины. Задрали пятерых мужиков и трех детей. Двух девушек утащили в плен. Год десятый. Напросился к одному из засевших тут старых солдат на тренировки с мечом. Год двенадцатый. Делаю успехи в кузнечном деле и с управлением с мечом. Год тринадцатый. Началась война. Большую часть мужиков забрали в ополчение. Отца тоже. Заменяю его в кузне. Тяжело. Год пятнадцатый. На деревню напал отряд соседнего королевства. Отбивались отчаянно. В ходе сражения получил удар по голове. Очнулся в куче трупов. Видимо, посчитали мертвым. Кое-как ушел в лес. Год шестнадцатый. Живу в лесу. Пригодилась наука старого солдата. Он и этому обучал. Год семнадцатый. От одиночества начала ехать крыша. Отправился к людям. Узнал, что война закончилась. Осел в небольшом городке. Подался в стражники. Поселился в казарме. Год двадцатый. Несу службу в тыловом обеспечении. Пригодились навыки кузнеца. Заработал на собственный дом. Думаю, жениться. Год двадцать первый. Женился. Ушел из стражи. Открыл свою кузню. Год двадцать второй. Жена оказалась какой-то замаскированной темной тварью. Застукал ее ночью за поеданием сырых внутренностей. Напала на меня. Не смог отбиться. Умер. Выводы о прожитой жизни. Нужны навыки выживания в лесу. Ремесленные классы всегда заработают себе на хлеб. Тенденция с женами начинает настораживать. Жизнь третья. Год первый. Родился и понял, что я ворон. Охренел. Год второй. Научился летать и есть сырых насекомых. Год третий. Свил гнездо. Оказывается, я ворона. Охренел повторно. Год пятый. Долго воевал с инстинктами. Не превозмог. Нашел себе пару. Отложил яйца. Попал на зуб лисе. Умер. Выводы о прожитой жизни. Летать это классно. Инстинкты животных сильная вещь. Быть самкой не понравилось. Опять умер почти сразу после свадьбы. Это начинает конкретно так напрягать. Жизнь четвертая. Год первый. Родился мальчиком. Облегченно выдохнул. Понял, что нахожусь в клетке. Напрягся. Год третий. Разобрался в своем положении. Я зверолюд из-под вида лис. Было немного некомфортно, учитывая смерть в теле вороны. А еще я раб с рождения и сейчас нахожусь в питомнике. Не самые приятные воспоминания. Однозначно зачистить. Год четвертый. Благодаря развитому сознанию, меня записали в гений и отправили в элитную школу для слуг. Мне тут не нравится. Год двенадцатый. Выпустился, если можно так сказать. Держать себя в руках и не сорваться было сложнее всего. Сумел отыграть образ идеального слуги. Очень хотелось пройтись ночью с ножом и вскрыть глотки всему местному персоналу. Воспоминания однозначно в зачистку. Меня выкупила богатая семья в качестве личного слуги для их сына. Год шестнадцатый. Живу в поместье. Подтираю сопельки малолетнему придурку. Свободное время провожу за книгами. Благо договорился с библиотекаршей и потихоньку таскаю оттуда талмуды. Нашел среди них теорию магии. К сожалению, магического таланта у себя не обнаружил. Но знания эти лишними точно не будут. Год двадцать первый. Малолетнему придурку стукнуло десять лет. По приказу хозяев начал обучать его владению мечом. Участвовал в сматринах. Позлорадствовал. Местные аристы страшны, как смертный грех. Год двадцать шестой. Я все еще раб-слуга. Привык, если честно. Мелкому придурку пятнадцать. Он женился. Первую брачную ночь он болевал в толчке. Перебрал при попытке набраться храбрости. А то уж слишком страшненько ему женушка досталась. Я предлагал во время процесса одеть ей на голову мешок. Мелкий оценил, но со вздохом отказался. Общество не поймет. Год двадцать восьмой. Нянчусь с близняшками мелкого. Девочки просто лапочки. Год тридцатый. Лапочки оказались мелкими бесятами. В переносном смысле, конечно. К ним добавился наследник. У мелкого умер отец. Он перенимает дела. Год тридцать первый. На мелкого совершили покушение. Кое-как отмахались, но его жену недруги все же прикончили. Выпили за упокой ее души. Чтобы не дай создатель не вернулась обратно. На редкость мерзкая была женщина. Год тридцать восьмой. Близняшкам десять лет. Пацану восемь. Мой господин последние пять лет полностью скинул их воспитание на меня. А сам с головой ушел в дела. От стресса начал сидеть мой шикарный рыжий хвост. Ммм. Год сорок второй. Близняшек выдали замуж. Девочки клятвенно обещали мне грызть мозги своим мужчинам вдвое сильнее, чем мне. Во время отъезда залили мне весь костюм слезами. Господину тоже досталось сырости. Рубашка из волшебного шелка испорчена напрочь. Но он об этом не жалел. Год сорок седьмой. Пацану семнадцать. Подбираем невесту. Господин ворчит и отказывается жениться. Говорит, что одного раза хватило за глаза. Близняшки порадовали внуками. Но меня к их воспитанию не допустили. О чем я искренне благодарю создателя. Мой шикарный хвост окончательно посидел. Хнык-хнык. Год пятидесятый. Пацан женился. Невеста неожиданно красива. Хоть и стерва. У господина начались проблемы со здоровьем. Он требует внука-наследника. Год пятьдесят первый. Стерва родила. Опять близняшек. Я с горя впервые в этой жизни напился. Господин меня поддержал в этом начинании. Год пятьдесят второй. Нашли со стервой общий язык на почве воспитания детей. Она все-таки родила наследника. Пацан рад. Господин рад. А у меня полностью посидели волосы на голове. Я в печали. Год шестьдесят четвертый. Господин слег. Пацан с моей помощью принимает дела. Стерва ищет мужей близняшкам. Год шестьдесят пятый. Близняшек выдали замуж. В процессе ощутил дежавю от вновь мокрой рубашки. Пацан уже вполне уверенно рулит делами рода. В библиотеке кончились книги. Год шестьдесят шестой. Господин умер. Я напился второй раз. Год восьмидесятый. Оказывается, зверолюды живут долго. Похоронил пацана, его сестер и стерву. Воспитал внука-приемника. Воспитываю уже его детей. Опять близняшки. Это проклятие не иначе. Год сотый. Отпраздновал юбилей в кругу семьи. Пожалуй, что так. Все-таки пять поколений этого рода выросло буквально у меня на руках. А это внушает. Не ожидал, но на праздник неожиданно пришли все мои дети. Три пары близняшек опять залили мне костюм слезами и соплями, полностью наплевав на этикет. Да, близняшки это точно родовое проклятие. Год сто второй. Я умер. Судя по всему, во сне. Выводы о прожитой жизни. Рабство – это зло. У Ариста слишком много заморочек. Брак по расчету весьма надежная штука. Близняшки – это зло. Но зло миленькое. Хвост Китсуне – шикарная штука. Я не женился и прожил довольно долгую, даже счастливую жизнь. Нужно будет повторить опыт. А еще получил много неприменимых показаний о стихийной магии. Жизнь пятая, год первый. Родился. Понял, что я девочка. Охренел. А ну, хоть не ворона. Мир параллель и жизнь один. А еще я японка. Охренела повторно. На дворе снова 1989 год. Устала охреневать. Год пятый. Япония – странная страна, населенная странными людьми. Это в голос твердят остатки памяти всех моих предыдущих жизней. Даже ворона с этим согласна, что уже показатель. Год шестой. Пошла в школу. Теперь я обычная японская школьница. Начала усиленно высматривать порталы в другие миры. Злые организации. Скрывающихся среди людей духов и богов. Ну или хотя бы просто гигантского человекоподобного робота. Год седьмой. Первого октября чуть не провалилась в портал в иной мир, идя в школу. Глядя на эту синюю воронку с пейзажем сказочного замка на той стороне, я не просто охренела, я охуела и ругалась матом на русском, японском, английском и еще паре десятков языков, доставшихся от жизни слуги зверолюда. В портал не полезла. Ну его нахуй. Зато стала еще более внимательней следить за окружением. Год восьмой. Первого октября обнаружила в школе замаскированную инопланетянку. В моем классе. За соседней партой. Так вернулась в класс после уроков, забыв в парте нужные тетрадки, и застукала там эту белобрысую девочку с вечным похерфейсом за попыткой запихнуть своего миниатюрного робота-помощника в школьный портфель. Охуела. Извинилась, закрыла дверь. Громко ругалась матом. С пришелицей подружились. Она тут с исследовательской миссией. Начала подозревать, что попала в мир аниме. Год девятый. Вместе с подругой-пришельцем на ее гигантском боевом роботе отклоняли летящий на землю метеорит. И да, это было первого октября. Охуевать пока не устал. Год десятый. Первого октября меня похитила злая организация и вколола экспериментальную сыворотку суперсолдата. Когда я спросил их безумного ученого «нахуя?», он ответил «надо». Подруга-пришелец пришла на помощь. Вместе мы разрушили злую организацию и анонимно сдали их властям. А я теперь могу согнуть руками лом и уклониться от пули. Но от школы это не освобождает, и я все еще обычная японская школьница. А хуевалк потихоньку выдыхается. Год одиннадцатый. Ждала первое октября со страхом и долей предвкушения. Дождалась. Родители приволокли мне большое пятнистое яйцо. Из него потом вылупилась летающая черепашка, умеющая стрелять лазерами из глаз и становиться невидимой. Начал скучать по второй жизни, где была обычная темная фэнтези, а не эта непонятная наркомания. Год двенадцатый. Первое октября проявило невиданно доселе коварство. У меня начались месячные. Год тринадцатый. В сентябре родители заявили, что я уже взрослая и ответственная девочка. Ага, с таким-то багажом прожитых жизней. И укатили в длительную командировку в Америку. Мы с черепашкой и подругой-пришельцем насторожились. Не зря. Первого октября, сразу после заката, ко мне в дом влезла ниндзя-девочка-подросток и заявила, что ее послал мой прадедушка по отцовской линии для охраны моей персоны как наследной принцессы клана ниндзя. Черепашка на меня обиделась, потому что я пять минут стучалась лбом в ее панцирь и ругалась матом. Год четырнадцатый. Постигаю искусство ниндзя, помогают силы суперсолдата и архивы навыков из предыдущих жизней. Девочка-ниндзя теперь учится в нашем классе и живет у меня дома. Родители так и не вернулись, но регулярно пишут и присылают деньги. Первого октября меня попытался похитить враждебный клан ниндзя. Сначала они охуели от моей силы и скорости, потом от умений, потом от технического оснащения. Помогла подруга-пришелец. А потом от милосердия. Я все же школьница, поэтому никого не убиваю, а максимум ломаю конечности. В итоге меня признали принцессой еще и этого клана. Охуевать уже устала, но очень хотелось нажраться. Год пятнадцатый. К нам в класс перевелась новенькая. Я заподозрила подставу. Вместе с подругой-пришельцем и девочкой-ниндзей мы превентивно раскусили подставу. Новенькая жрица Китсуне, которую их богиня послала сюда искать героиню для спасения клана от ужасного злого духа. Засучив рукава, мы с подругами затарились инопланетными приблудами, вооружились мистическими артефактами ниндзя, взяли под локоток жрицу и пошли на дело двадцать девятого сентября. Охуевали, матерились, но справились. Тридцатого сентября клан Китсуне был спасен и принес мне вассальную клятву. Я радовалась и показывала средний палец календарю. Как оказалось, зря. Первого октября я после праздничной попойки нашла в своей кровати подругу-пришельца, слугу-ниндзю и жрицу Китсуне. А не нашла я там девственность. Охуевали с этого мы уже четвером. Год шестнадцатый. До первого октября все было тихо. Слишком тихо. А ровно в эту проклятую дату вернулись родители и попытались меня убить. Я их скрутила, вызвала свой боевой гарем и начала расследование. Оказалось, что родители одержимы. Жрица провела обряд экзорцизма. От пришедших в себя предков мы выяснили, что в джунглях Амазонки есть храм, где темный бог хочет устроить апокалипсис. Мы вчетвером собрали вещи, позвали усиление из Китсунея и ниндзя и полетели на инопланетном корабле бить морду этому не до башку. Набили, спасли мир. Год семнадцатый. Первого октября ко мне во сне явился ангел и заявил, что меня ждет последнее испытание. Дал координаты и напутственный пинок. Собрали банду, усиление и полетели проверять. Нашли посреди океана остров, на острове Портал. В Портале подземелье князя Тьмы. Ага, там так на табличке и было написано. Все подземелье десять этажей боевых големов, нежити и ловушек. Осилили. Князем Тьмы оказался дядька педофильской наружности. Попытался совратить нас печеньками. От пинали, сдали с рук на руки прилетевшим ангелам и свалили в закат. Год восемнадцатый. Закончили школу, в университет решили не поступать. Купили просторный домик и поселились там вчетвером. Я, инопланетянка, ниндзя и кюцуне. Первого октября оказалось, что последнее испытание было тренировочным. И вот сейчас точно будет последнее. По крайней мере, это заявлял ангел, которого подвесили над аквариумом с пираньями. Поверили. Полетели спасать мир от очередной злой организации. Спасли. Год девятнадцатый. Ангелы суки. Ну, уговаривать умеют. Опять спасаем мир. На этот раз от пробудившейся в глубине океана Нех. Нех оказалась дружелюбной и имела вторую форму маленькой девочки. Удочерили. Год двадцатый. Выкатили ангелам прайсли с ценами. Те немного подумали и согласились. И опять послали. На этот раз в соседний мир. Спасать его от эпидемии зомби-вируса. Спасли. Ибо инопланетные технологии рулят. Год двадцать первый. Очередная Нех. Наша дочка круче. Год двадцать второй. Инопланетянка забеременела с помощью инопланетных технологий. Предлагала остальным. Решили по очереди, чтобы было кому мир спасать. Да, я тоже. Ибо материнские инстинкты – штук страшная. Год тридцать шестой. Мир спасают уже наши дети. А мы руководим организацией добра и страхуем их. Год шестидесятый. Первого октября меня избрали президентом мира. Внезапно. Сама охуела. Год восемьдесят третий. Старею. Организм не выдерживает. Девочки предлагают омолодить магией или технологией. Но я отказываюсь. Это была долгая и интересная жизнь. Но я хочу уйти дальше. Год восемьдесят шестой. Умерла. Вывод о прожитой жизни. Первое октября – страшная дата. Обычные японские школьники – страшные люди. А мне нужно держаться подальше от Японии, аниме миров и японских школ. Жизнь шестая. Год первый. Снова фэнтези-мир. И я мужчина? Ура! А еще я эльф. Пока не знаю, радоваться или нет. Но надеюсь, что столь же безумной, как прошлое, эта жизнь не будет. Год четвертый. Эльфы взрослеют медленнее. Учатся медленнее. Принимают решения медленнее. Мое человеческое сознание тихо охреневает с их темпа жизни. Год двадцатый. Я пошел в школу. Выгляжу, как пятилетний человеческий ребенок. В эльфийском поселении дико скучал. Успел облазить всю округу и подгрузить все навыки, которые счел необходимыми. Меня считают очень странным ребенком. Год двадцать пятый. Это было сложно. Визуально подрос всего на год. Учиться я должен был еще пятнадцать лет общим наукам. Но уже их усвоил. Эльфы слишком медленные и туговато воспринимают новое. Смог отстоять досрочную сдачу экзаменов. Сдал. Все охренели. Продолжают называть меня странным. За периметр поселения пока не выпускают. Еще маленький. Подмастерье идти рано. Еще маленький. Тренировать тело рано. Еще маленький. Тренировать магию не получается. Ее у меня нет. Решил оккупировать библиотеку. Год сороковой. Выгляжу на двенадцать. Кажется, рост ускорился, что не может не радовать. Перечитал всю библиотеку поселения. Да, стал до нервной икоты старичка-библиотекаря. Прочно закрепил за собой звание местного чудика. Набился в подмастерье егеря и со следующего года буду обучаться его премудростям. Если этот чувак не сбежит, конечно. Год сорок первый. Мой несостоявшийся мастер-егерь сбежал. Сука. Зато я нашел другого. Вернее, другую. Молоденькая девушка из столицы. Она умилилась с моей мордашки и обещала обучать. Местные смотрели на нее, как на смертницу. Год пятьдесят пятый. Наконец, более-менее вырос. Выгляжу на восемнадцать. Судя по моим наблюдениям, ближайшие сто лет я таким и останусь. Выучился на егере. Мой мастер отпраздновал это грандиозной попойкой и со слезами на глазах отправила в столицу напутственным пинком. Провожали меня всем поселением. Кажется, когда я отошел на расстояние километра, то услышал радостные вопли и звуки праздника. Странные все-таки эти остроухие. Год семидесятый. Уже пятнадцать лет живу в столице, служу в местном корпусе егерей. Сначала не хотели меня брать из-за возраста, но после нескольких месяцев осады их главнюк сдался. Купил себе симпатичный домик, осаждая у кузнеца для улучшения собственных навыков. Жаль, девушки на меня почти не смотрят. Я все еще несовершеннолетний по местным меркам. Год семьдесят пятый. Кузнец сдался и начал учить. Год восемьдесят пятый. Кузнецу больше нечему меня учить, и он с радостным воплем мне об этом сообщил. Подумав, пошел осаждать мастеров мечевого боя. И да, жители столицы считают меня странным. Год восемьдесят седьмой. Мастера меча оказались самыми крепкими и держали осаду два года. Потом откупились от меня самой молоденькой своей представительницей. На первое занятие она вышла с видом осужденного смертника. Год сотый. Юбилей и мое совершеннолетие. Я, наконец, смог сдать официальные экзамены на мастера егеря и мастера мечника, а также получил разрешение свободно покинуть эльфийский лес. Пойду хоть на мир посмотрю, а то эльфы слишком слоупочные. Год сто десятый. Прибыл в королевство людей. Живу в приграничном городке. После эльфийских городов тут жутко суетно и воняет. Отвык от людей. Год сто двадцатый. Перебрался к зверолюдам. По пути спас от смерти малышку Китсуне. Кажется, с лисами у меня какая-то кармическая связь. Прикол ради начал обучать ее пути ниндзя. Год сто тридцатый. Перебрался к минотаврам. Малышка Китсуне выросла и выучилась. Стала неплохим мастером-скрытником. Теперь преследует меня по пятам и бубнит что-то о долге шиноби. Не надо было писать ей тот свиток с правилами по памяти. Ой, не надо было. Год сто тридцать пятый. До меня дошли слухи о появившемся у людей призванном герое. Стало интересно и пошел его искать. Год сто тридцать шестой. Нашел героя, которая оказалась героиней. Эта дура полезла в логово вампиров в одиночку. Пришлось спасать. Мы с Китсуне стали ее спутниками. Год сто тридцать седьмой. Ходим по миру, творим добро в меру своего понимания. К нам присоединилась девушка-варвар и низкорослая гениальная волшебница. Я стал подозревать, что снова попал в мир аниме. От подобной мысли стало страшно. Год сто тридцать восьмой. Продолжаем карать всякую нечисть и спасать всех встречных. А еще мои спутницы ведут себя уж слишком странно. Вечно о чем-то шепчутся и делают непонятные намеки. Год сто тридцать девятый. Первого октября мои спутницы меня набухали и изнасиловали. Кажется, отголоски проклятия этой даты преследуют меня и в этой жизни. До нас дошли слухи о возрождении короля демонов. Начали его выслеживать. Год сто сороковой. Нашли короля демонов. Оказалось, что это королева. Я окончательно убедился в анимешнутости этой реальности, когда после победы она присоединилась к моему гарему. С горя забухал. Был снова изнасилован. Год сто пятидесятый. Живем в замке короля демонов. Вокруг возводится общий город. Потихоньку правим. Девушка-варвар стала генералом. Волшебница возглавила академию магии. Китсуне заведует разведкой и контрразведкой. Героиня создала гильдию авантюристов. Стал замечать, что мои девочки начали стареть. Грустно. Год сто шестидесятый. Воспитываю детишек. Пригодился опыт жизни номер четыре. Успели создать город-государство и немного повоевать. Девушка-варвар погибла в бою. Нажрались уже все вместе. Год сто семидесятый. Дети разбежались по своим семьям. Стало грустно смотреть на стареющих девушек. Начал путешествовать. Год сто семьдесят восьмой. Во время магического эксперимента умерла моя волшебница. Год сто восемьдесят девятый. Умерла героиня от старости. Год двухсотый. Умерла Китсуне от старости. Год двести тринадцатый. Умерла королева демонов от старости. Я назначил нового правителя, закончил все дела и окончательно покинул город. Вернусь к эльфам. Год двести шестнадцатый. Живу в эльфийской столице. Тут я чужой, а они чужие мне. Понимаю, что отношения с какой-нибудь остроухой девушкой не заведу, а со смертными. Будет слишком больно опять их хоронить. Год двести восемнадцатый. Не выдержал, снова ушел путешествовать. Год двести двадцать пятый. Мне в спутнице набилась эльфийка-егерь, столь же странная и непоседливая. Год двести тридцать пятый. Осели со спутницей в небольшом пограничном городке. После некоторых размышлений решил сделать ей предложение. Год двести тридцать шестой. Отыграли свадьбу. Год двести тридцать седьмой. На город напал дракон, и я умер. Блять. Выводы о прожитой жизни. Эльфы-слоупоки. Управление страной точно не для меня. Первое октября все еще страшная дата. Традиционные отношения для меня почему-то заканчиваются смертью. Нужно заводить гаремы. Жизнь седьмая. Год первый. Я родилась. И да, я снова девочка. Кажется, мой пол меняется при перерождении поочередно. О том, что этот мир суров, брутален и технологичен, я поняла сразу же. Просто потому, что вылезла сразу в четырехлетнем теле из резервуара зеленоватой жижей. А в голове роились начальные знания языка, кое-каких традиций и смутное понимание, что вокруг для чего предназначено. Похоже на мои архивы навыков на минималках. А еще я поняла, что этот мир снова анимешен. Потому что родилась я первого октября и у меня было сто пятьсот тысяч близняшек. Таких же мелких кавайных девочек с коротким ежиком серебристых волос. Год второй. Расту быстро. Если сравнивать с эльфом, то прям реактивно. Уже выгляжу на десять лет. Правда, жрать хочется постоянно, мышцы ломит. Да еще сержант зверствует. Ооо, сержант – это отдельная тема. Там Бугаев три метра ростом, два метра вширь и силой такой, что голым кулаком танковую броню пороламывает. Буквально. А еще из меня и моих сестер-клонов растят солдат. Уча убивать любым методом все, что вообще может умереть. Ну и об общепрозовательных и социальных аспектах не забывают. Так что есть надежда на какую-нибудь мирную жизнь в дальнейшем. Год пятый. Я выгляжу на восемнадцать, и внешность моя шикарна. Два с половиной метра роста, коры серебристых мягких волос, серые глаза, огромные сиськи и шикарная задница. Картину портит только излишняя мускулистость, но смотрится это гармонично. А из-за измененного генома и имплантов я по силе не слишком уступаю тому же сержанту. Кстати, он из первого поколения суперсолдат, а мы с сестрами из третьего. И да, ученые там что-то посчитали и поняли, что бабы более управляемы. Да и вообще приятны глазу, потому наше поколение и сделали женским. А еще наше обучение закончено. Год восьмой. Я что-то говорил о мирной жизни? Так вот, нихуя подобного. Не успели мы закончить обучение, как попали на фронт. Меня как более удачный образец. Ну да, я тупо из-за навыков и опыта более сообразительная и лучше обучаемая, чем сестры. Определили командиром отряда. Воевали мы против всех. Люди, орки, эльфы, гномы, рептилоиды, головастики, драконы, кальмароиды, минотавры. Я за эти три года увидел разумных видов больше, чем за все предыдущие жизни вместе взятые. И воевали мы, кстати, в космосе. Брали на абортаж пустотные корабли и станции, десантировали с орбиты, сжигали инсектов и дров в подземельях, рубили кальмаров на дне кислотных океанов. В общем, этот мир был суров и брутален. Год десятый. Недавно узнала, что моих сестер из третьего поколения практически не осталось. Ну да, ученые накосячили, и мы вышли хоть и послушными, но и излишне увлекающимися, поэтому оказались склонными ко всяким подвигам. Жизнь моего поколения суперсолдат была яркой, но короткой. Год одиннадцатый. Мы оказались последним серийным выпуском суперсолдат. Слишком уж дорого обходимся, а перемалывает мясорубка войны нас даже быстрее обычных солдат. Потому что командиры любят затыкать пробирочными дыры в обороне и особо жаркие места. А еще я последняя среди третьего поколения. И меня направили на одну пустынную планету второго круга обороны. То есть не так далеко от фронта, но и не в самое пекло. Год двенадцатый. Несу гарнизонную службу в небольшом городке посреди пустыни. Тут не боевое пекло, тут просто пекло. Температура временами доходит до плюс пятидесяти, и обычные солдаты страдают даже в спецкостюмах. Ага, зато мне нормально. Хвала генной инженерии. Превратилась в шоколадку, потому что в свободное время загорают топлес на крыше казармы. Солдатики пускают слюни, но руки держат при себе. Потому как я мало того, что старше по званию, так еще и выше на добрых полметра и сильнее раз в пятнадцать. Отрастила неуставную прическу до лопаток. Год тринадцатый. Без изменений, скучно. Начала вспоминать навыки кузнеца и ковать себе меч. Год четырнадцатый. Меч выкован. Начала улучшать его техническими приблудами. Получился шикарный силовой клинок. Тяжелую броню режет, как жестянку. Начала вспоминать навыки эльфийского егеремечника. Год пятнадцатый. Все еще сижу в пустыне. Скучно. Начала в свободное время охотиться в пустыне на гигантских ящеров. И мне какое-то развлечение, и гарнизону добавка к рациону. Командир оценил и выделил мне пару человек с транспортом для доставки провизии. Год шестнадцатый. Со скуки наделала еще пару шикарных клинков. Командир толкнул их по своим каналам. Получили неплохой навар. Ящеры в округе кончились, а новые не приходят. Боятся. Год семнадцатый. Назначили нового командира. Тот попытался склонить меня к интиму. Раздавила его обнимашками. На трибунале сказала, что не рассчитала силу. Генерал долго смотрел в мои честные глаза, после чего отправил на фронт. От моего радостного вопля члены трибунала оглохли на трое суток. Год восемнадцатый. Рублю рептилоидов в джунглях. Мечом, в одиночку. Начальство писается кипятком от моей эффективности. Не зря вспоминала навыки эльфа. Год девятнадцатый. Рублю мелких мохнатых гуманоидов в уже других джунглях. Опять же, мечом и в одиночку. Дали каких-то наград. Лучше б снаряжение новое дали. Год двадцатый. Рублю разумных драконов в снежных горах. Мечом. И снаряжение на бедренная повязка. Это меня так трибунал наказал за еще одного раздавленного в обнимашках извращенца. Заметка самому себе на будущее. Если перерожусь мужчиной-офицером, то ни в коем случае не приставать к суперсолдату с непристойностями, даже если у Аной грудь десятого размера. Год двадцать первый. Порубила и сожрала всех драконов в регионе. Генерал выписал помилование и хотел отправить обратно в пустыню. Я послала его матом. Генерал покивал, выдал уже ставший родным меч и путевку в очередные джунгли. Год закончила, нарубая в салат каких-то разумных жаб. Они вкусные. Год двадцать второй. Все еще рублю разумных и не очень тварей в разных жопах галактики. Это намного лучше, чем сидеть в пустыне. Заметка на будущее. Очень аккуратно обходиться с воспоминаниями этой жизни. А то нажитые опыты и навыки буквально бесценны. Но в мирных мирах я после такого жить точно не смогу. Ибо буду на рефлексах ломать лица. Год двадцать четвертый. На меня снизошло озарение. Даже два. Оба из разряда на третий день зоркий глаз заметил отсутствие стены в камере. Первое. Я не старею. Опять. Впрочем, проблем с этим быть не должно, ибо при такой жизни меня рано или поздно прикончат. Второе. Моя боевая мощь на порядок, а то и на два выше, чем должна быть. Это не так бросается в глаза, так как проект суперсолдат прикрыли почти 15 лет назад. Но все же. Попытаюсь понять причину этой аномалии. А пока продолжаю рубить ксеносов. Год двадцать пятый. Немного разобралась в причине своей физической мощи, в чем помогли знания и жизни слуги зверолюда и эльфа. За те жизни я много чего перечитать успела, когда делать было нечего. Так вот, о силе. Она проистекает от смешивания энергии моего разума, инь, и энергии тела, ян. Образуется то, что я назвала праной, энергией жизни. Это не мана, и она не позволяет манипулировать реальностью. Зато отлично подходит для усиления и лечения тела и души. В этой жизни прана проявила себя особенно активно из-за критического накопления энергии инь за счет прожитых жизней и изначально чудовищно сильного тела суперсолдата. Плюс множество стрессовых и опасных для жизни ситуаций, которые заставляют выкладывать на полную и буквально выходить за пределы собственных сил. Вот и получился своеобразный прорыв и переход на качественно новый уровень сил. Млять, я чувствую себя культиватором. Чтобы откинуть эту стрёмную мысль, продолжая рубить ксеносов, это успокаивает. Год тридцатый. Мне предложили уйти на пенсию. Я, если честно, растерялась, переспросила. Не послышалась. Потом села разбираться. Оказывается, мне все эти тридцать лет платили сначала стипендию как кадету, а потом и зарплату. Причем накапало там неслабо, потому как последние тринадцать лет я прохожу как элитный боец спецназа. Да еще с кучей боевых доплат и премий. У меня, оказывается, и наград целая коллекция есть. А на пенсию решили отправить, потому что по закону больше двадцати пяти лет на полевых должностях служить нельзя. И теперь меня либо в штаб, либо на пенсию. Поржала. Пошла к генералу, тот тоже поржал и отправил на пенсию. Тебя, старая горилла, в штаб пускать нельзя, потому что психонешь и всех там прикончишь, а держать дальше на службе нельзя, ибо правила. Так мне и заявил. Впервые в этой жизни я охуела. Год тридцать первый. Первого октября меня высадили из военного транспорта на одной из планет внутреннего кольца и улетели. Все. Я больше не военный специалист широкого профиля, а заслуженный ветеран с кучей наград, огромным щитом в банке, пехотным комбинезоном и самолично выкованным еще на пустынной планете силовым мечом, который по документам идет как наградное оружие. Собственно, это все мое имущество. Повздыхав, пошла вливаться в общество. Год тридцать второй. Пришлось расчехлять папку социальными навыками, потому что в этой жизни они у меня были нулевыми. После такого хода стало немного полегче, и тело уже не пыталось рефлекторно оторвать голову поздоровавшемуся со мной копу. Устроилась официанткой в кафе. Лицо менеджера, когда она принимала мое резюме, бесценно. Заметка. При перерождении обязательно сохранить это воспоминание в отдельной папочке. Эту работу выбрала из-за нескольких причин, но основная была в том, что потолки в здании были трехметровыми. То есть мне не приходилось пригибаться. Кайф. Купила квартиру, отрастила волосы до задницы, накупила шмоток. Год тридцать третий. Работаю в кафе, пока прикольно. Менеджер и персонал, которому она показала мое резюме, первое время ходили словно на параде и не встречались со мной взглядами. Потом привыкли. Я же не буйная, но людей просто так не бросаюсь. Год тридцать четвертый. Работаю в кафе. Первого октября ко мне обратились местные службы правопорядка. Сложный случай захвата заложников. Начальник полиции был не уверен в способности спецназа и начал искать альтернативу. Нашел быстро. Обо мне знал весь город, так как я местная достопримечательность. Помогла. Заложники целы, бандиты не очень целы. Но тоже живы, что уже было чудо. А протезирование в этом мире творит чудеса. Наградили. Было приятно. Год тридцать пятый. Работаю в кафе, подрабатываю в спецназе. Правда, по пустякам не дергают, только когда есть риск самим не справиться. Мой генерал вышел на пенсию. Поселился, что интересно, на этой планете, но в соседнем городе. Год сороковой. Никаких изменений в жизни. Официантка-спецназовец, звучит странно, но это моя реальность. Ничего, после жизни обычной японской школьницы, охреневалка у меня почти атрофировалась. Год сорок первый. Первого октября в систему с улюлюканем валился пиратский флот. Все охренели. Я охуела. Подобной подставы эта ебаная дата не приносила мне давно. Гражданских в нашем городе эвакуировали в убежище. Военные полиции приготовились отбиваться от десанта. Я заявила, что участвую в обороне. Военные и полиция пожелали удачи пиратам и эвакуировались вслед за гражданскими. Мило. Достала боевой скафандр, вооружилась верным мечом. Встала на центральной площади. Жду. Десантные корабли пиратов приблизились к городу, зависли, посмотрели. Вежливо поинтересовались дорогой в библиотеку. Я показала. Они поблагодарили и свалили штурмовать соседний город. Было обидно. Год сорок второй. Узнала, что у меня есть фан-клуб. Неожиданно. Оказалось, что не так давно с подачи отставного генерала рассекретили мое дело и большую часть подвигов. Нашла генерала, спросила «нахуя?». Он ответил «надо». Словила дежавю. Год пятидесятый. Выкупила кафе. Теперь стою за барной стойкой. Генерал умер. От старости. Год пятьдесят пятый. Становится скучно, но ввязываться в очередной военный конфликт, которыми пестрит галактика, как-то не хочется. Перегорела, социализировалась. Хочется разнообразия. Подумываю завести воспитанников. Год пятьдесят шестой. На меня наехал криминал. Охренела с их охуенной тупости. Пошла разбираться. Потрясла копов на данные по криминальным боссам, но информация была только по среднему звену. Пошла трясти их. После штурма первого объекта синдикатов меня на выходе встречал знакомый спецназ с поднятыми руками и просьбой поговорить. Объяснила ребятам ситуацию, они прониклись и укатили на доклад. А я пошла на вторую точку. На выходе со второго объекта встречали мэр города, начальник полиции и пара каких-то важных людей с просьбой переговоров. Объяснила им ситуацию, они прониклись и укатили. Пошла штурмовать третью точку. На точке оказалась голова одного из местных боссов и извинительная записка. Прослезилась от умиления и всех простила. Город выдохнул. Год шестидесятый. Узнала о возобновлении проекта о массовых суперсолдатах. Меня просили выступить в качестве инструктора для новой серии. Подумав, согласилась. Год шестьдесят первый. Работаю нянькой, воспитателем и тренером для полутора сотен супердетишек. Пришлось подгружать педагогические навыки. Год шестьдесят шестой. Первый выпуск. Мои волчатые волчицы показали трехкратную эффективность по сравнению с моей собственной серией. На выпускном экзамене они даже умудрились меня поцарапать. Аж гордость взяла. Предложили поучаствовать в их первой войне в качестве командира. Согласилась. Год шестьдесят восьмой. Военный конфликт закончился. Как-то быстро. Потери среди стаи всего пять процентов. Проект «Суперсолдат» был признан успешным и заложена пятая серия. Кто-то из ученых заикнулся во время конференции о необходимости моего вскрытия и всестороннего изучения. Выразить ему свою точку зрения я не успела. Чувак пропал. Причем с концами. Благословив своих детишек на подвиги и передав методики воспитания инструкторам, вернулась в свое кафе. Год семьдесят пятый. Устала от этого перерождения, но покончить с собой не дает гордость. Год семьдесят восьмой. Отправила запрос в армию. Одобрили. Дали в нагрузку четвертое и пятое поколение суперсолдат. Взяла меч и пошла крошить ксеносов в надежде окочуриться. Год девяносто восьмой. Ксеносы. Пидрилы. Самые гордые и агрессивные кончились, остальные выбросили белый флаг. В грубой форме потребовала себе боевой флот для исследования дикого космоса. Думала, меня пошлют под трибунал и расстреляют. Мне дали два флота. Охуела. Полетела исследовать. Год сто пятидесятый. Исследовано сорок восемь процентов галактики. Заложено четырнадцатое поколение суперсолдат. Культ имени меня стал основной религией. Охуеваю. Ищу способ сдохнуть с честью. Год двухсотый. Исследовано восемьдесят семь процентов галактики. Меня провозгласили императрицей единой пустоты. Богини объявлять запретила, но втихую обзываются. Год двести двадцать четвертый. Не исследованного пространства не осталось. Впала в депрессию. Год двести двадцать пятый. Словила озарение. Поискала среди подчиненных кого-нибудь поинтересней. Нашла. Вышла замуж. Галактика охуела. Год двести двадцать шестой. К нам из соседней галактики прилетел гигантский флот враждебных инсектов. Радостно полезла на штурм их главного корабля Улья. Нашла главную королеву. Снесла ей голову. Она запустила механизм самоуничтожения. Меня разорвало на атомы. Хэппи-энд, блять! Наконец-то! Выводы о прожитой жизни. Заебалась. Хочу в отпуск. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше путешествие в мир перерожденца, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.